Спонсор сегодняшнего видео — комплекс серверов WoW Circle. Большой выбор игровых миров от версии 2.4.3, заканчивая версией 9.2.7, на которых играет более 45 тысяч игроков ежедневно. Периодические турниры с внушительным призовым фондом, в которых может принять участие любой игрок. Проект существует более 14 лет и не планирует заканчивать свою уникальную деятельность. Ссылка в описании. Если скорость загрузки видосиков на ютубе вас не устраивает, то предлагаю вам свой канал на Дзене. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. В каждом новом обновлении, в каждом новом дополнении в WoW появляются какие-либо маунты, питомцы, трансмоги, достижения. И сегодня поговорим именно о маунтах, о средствах передвижения. Есть реально кайфовые маунты, интересные. Есть те, которые легко лутаются, те, которые сложно лутаются. Покажу вам абсолютно всех тех маунтов, которые будут добавлены в новом дополнении. И кратко расскажу, как, откуда они будут вылутываться. Расположил их списком по алфавиту. Я думаю, так в целом будет удобно. Поехали. Аквамариновый летающий роевик. Можно купить за 3940 нитей на 23 уровне известности с фракцией «Отрезанные нити». Качаем репутацию, фармим нитки, покупаем маунты. Ничего сложного абсолютно. Алмазный меха-костюм. Потребуется набрать 2000 рио. То есть, фармим мифик плюс данжены на протяжении первой недели, второй недели. И таким образом мы вылутываем маунта. Мифик плюсы стартуют 18 сентября. Получается, 25 числа будут первые обладатели этого маунта. А если вы жестко запушите на первой неделе, то можно вылутать его и в первую неделю. Алунира. Маунт, который схож по своему получению с Алани. Мы дропаем 10 осколков в первой локации нового дополнения. И объединяем эти осколочки в большой кристалл. Кристалл юзаем в моба. Моб становится уязвимым для атак. И убив моба, мы получаем маунта. Маунт падает по персонал луту. Таким образом, как я правильно понимаю, можно собрать рейды 40 человек. И абсолютно все вылутают этого маунта. Окей, я уже знаю, чем я займусь на стримах во время раннего доступа. Буду дропать осколки, потом на инвайчу людей, и вы получите себе маунта. Хорошая, я думаю, реализация. Далее. Алый грязенос. Можно купить за 8125 резонансных кристаллов на уровне известности 19 у ассамблеи глубин. Качаем реноун. Фармим кристаллы. Покупаем маунту. Баронолит. Земельника. Хранителя порядка. Расовый маунт паладинов земельников. Земельники новая раса. Создавать ее можно только после того, как вы прошли кампанию. Окей. В целом легкий маунт. Бирюзовый светлячок. Можно купить за 11375 резонансных кристаллов на уровне известности 23 у ассамблеи глубин. Чуть-чуть побольше реноуна, чуть-чуть побольше кристаллов. Все та же ассамблея глубин. Вознесенный рассекатель небес. Дропается с мифического ластбосса в рейде. Три маунта, по-моему, дропаться будет. Поэтому довольно-таки легко. К тому же это маунт первого сезона. В тот момент, когда будет какой-нибудь уже третий сезон или конец второго, то можно будет рейдики совместно организовать. Само собой, дам об этом анонс в дискорде, когда настанет время. Следующий маунт. Дирижабль. Мы получим его по квестам, если я правильно понял. И его можно по-разному кастомизировать. Это выглядит довольно-таки интересно. Следующий маунт. Зисбарк. Можно найти рарника с именем Кат-Кат в Аскахет рядом с городом Нити по координатам 60-62. В тот момент, когда он появляется, то в чатике отображается сообщение, мол, типа, рарник появился. Убив его, можно вылутать сосуд. И этот сосуд даст нам квестлайн. Нужно там много чего-то фармить, поэтому маунт довольно-таки тяжкий в плане своего получения. Кучу мобов нужно уничтожить. И дропрейт у этой колбы не такой прям огромный. Но посмотрим на практике, может быть там будет нормальный дроп. Следующий злобный неборез. Маунт с пвп за выполнение полосы на 100%. Для Альянса и для Орды. А, легенда глубин. Дается за метод достижения разгон по рыбоборью. Требуется поймать все рыбы вид. ТОВ. И сдать задание рыбоборья за отведенное время. Это что-то типа новой рыбомании, только более казуальное. Нет какого-то первого, второго, третьего места. Самое главное уложиться в таймер и выполнить тот квест, который нам будет дан. Следующий маунт. Костяной Голиаф. Дается за метод достижения слава знатоку вылазок. В вылазке новый контент. И входя в него, вы будете вылутывать ачивы. Сделав все, получите маунта. Следующий. Красно-рыжая императорская рысь. Можно купить за 8125 резонансных кристаллов на уровне известности 21 с Арате Тайнасводья. Арате Тайнасводья это фракция. Качаем реном, фармим кристаллы, покупаем. Следующий маунт. Меха-костюм из каменного свода. Дропается с ласта из подземелья каменный свод в режиме мифик 0 или мифик плюс. Следующий маунт. Оборонительный модуль 1-11. Дается за достижение, заработанно честным трудом. Далее. Помраченный летающий роевик. Метод достижения. Слава рейдеру Нерубарского дворца. Новый рейд. В нем делаем все ачивы. Улутываем маунта. Следующий. Порождение Белидар. Довольно-таки интересный маунт в своем получении. Порождение Белидара это редкий элитный монстр, который находится в зоне тайносводья и появляется во время фазы пустоты. Короче, локация, где имеется огромный кристалл. И этот кристалл, он либо имеет светлую фазу, либо войд фазу. Эти фазы меняются. С этого рарника, с некоторой вероятностью, падает ездовое животное. Порождение Белидара. Фаза пустоты длится 30 минут и повторяется каждые 3 часа, начиная с полуночи по времени сервера. То есть нужно затаймить, найти, убить и чтобы повезло. А может быть там гарантированный дроп. Не знаю. Скверно-топырь Кованого Гладиатора. Гладиаторский маунт первого сезона нового дополнения. Скованная тень. Можно купить за 11 375 резонансных кристаллов на уровне 23 с Арате Тайносводье. Качаем реновым с Арате Тайносводье. И на 23-м реновне покупаем за кристаллики. Сланцевый баронолит. Можно приобрести за 8 125 резонансных кристаллов на уровне известности 18 у Совета Дарнагала. Еще одна фракция, у которой можно купить маунта. Сланцепородный баронолит. Расовый маунт земельников. Лучше сделать земельника паладина. Таким образом мы получим сразу двух маунтов. Полезно, приятно и экономия времени. Тарина Руфус. Дроп с рарника скрытень со дна в зоне гулки глубины. Это вторая локация. Следующий маунт. Суреки. Рассекатель небес. Рандом дроп с ластбосса в рейде. Так же, как и бумажка, например, вот с Рошагет, с Пирака. То есть любой режим. Рандом дроп. Там процентик, два. ЛФР, нормал, героик, мифик. Повезет, получите на первой неделе. Не повезет, никогда не получите. Следующий маунт. Толпогон 2-30. Инженерный крафтовый маунт. Для того, чтобы получить его детальки, нужно разбирать утиль. Либо купить эти детальки задорого у вендора. Выбор за вами. Следующий маунт. Леющая золопчела. Можно приобрести за 11 375 резонансных кристаллов на уровне известности 23 у совета Дарнагала. Следующий маунт. Фитиль. Дроп с ласта из подземелья расселена темного пламени в режиме мифик 0 и мифик плюс. Последний маунт. Это яростный червегрыз. Можно купить за 2815 нитей на 22 уровне известности с фракцией отрезанные нити. Такие вот маунты получаются. Не сказал бы, что их прям много, но и немало. Есть маунты интересные как по своему способу получения, так и по модельке. Поэтому фармим. Будет чем заняться по факту. На этом все. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.